Наши образы мгновенно приобретают праздничное, торжественное, веселое настроение. Как только в него добавляются ткани, как жидкие металлы, клюрекс, пайетки. Приветствую! Сегодня поговорим о торжественных образах. Полный вид со всеми приемами, фишками, материалами, сочетаниями. Всем-всем, чтобы это видео было полезно и использовано. Не только, когда у нас Новый год, но и также, когда мы ходим на дни рождения, рестораны, театры, свадьбы. В общем, круглый год. Я разделила этот гайд на два блока. В первом блоке мы поговорим о материалах и аксессуарах. А во втором блоке, это будет второе видео, оно выйдет немножечко позже, о фасонах, самой одежде, примерах комплектации и о работе с цветом. Давайте остановимся сейчас на люрексе, пайетках и жидких металлах. Обратите внимание, что мы сейчас не рассматриваем фасон, потому что все это зависит исключительно от ваших пропорций. Итак, степень яркости. Если весь наш образ будет в люрексе, как это платье, комбинезон, костюм, или же в жидких металлах, или же полностью в пайетках, тогда наш образ будет максимально-максимально громким и торжественным. Например, если в ресторан идти, то это будет не камильфо. Если Новый год, отлично. Супер тематическая вечеринка, где приветствуется много блеска, также отлично. Но такое по душе не каждой девушки. И если хочется уровень громкости чуть-чуть уменьшить, тогда мы берем или вверх, или вниз в этих материалах. Обратите внимание, что любой топ, кофточка, блуза, пиджак из этих блестящих материалов придаст громче звучание вашему образу, нежели вы возьмете, например, брюки, или шорты, или юбки. Все лишь потому, что брюки, шорты, юбки, они находятся дальше от нашего лица. Мы всегда улавливаем людей, вернее, мы всегда улавливаем портретную зону людей. Смотрим мы видео, пересматриваем фотографии, находимся мы в окружении людей. Мы всегда сначала фокусируемся на лице, поэтому все, что около лица, это будет более громким, нежели все, что у нас ниже нашей талии. Образ, когда вы полностью в комбинезоне или в платье, яркость образа на 100%, то когда мы делим только вверх или вниз, это уже относительно 40-60%. Но может быть так, что и этого слишком-слишком много. Что же делать? Тогда уходим в аксессуары. Например, это может быть сумочка, это может быть обувь, это может быть ремешок. Еще очень интересно и классно смотрится, когда это колготка. Я сейчас больше говорю даже о люрексе. Любое маленькое черное платье с люрексовыми колготками приобретает вечернее торжественное настроение. А сейчас, внимание, внимание, я поделюсь одним лайфхаком или предметом, который я обожаю с ума, мы часто используем это в кино. Если вдруг вы найдете где-то кардиган из люрекса или из пайеток или из жидких металлов, непременно берите его. Вы можете его набросить просто на обычный футбол с джинсами и ваш образ приобретет настроение торжества, но при этом вы будете себя чувствовать естественно и комфортно. Вроде сильно не старалась, но при этом нарядно. Это прям то, что сейчас в тренде и ценится. Я хочу немножечко детальнее остановиться на пайетках, потому что это прям тренд, который переходит из года в год. Когда-то он модный, когда-то не модный, когда-то эти пайетки должны супер-мега иметь глянцевую поверхность, когда-то они должны быть супер-мега-матовые. Тут дело все лишь только вас. Знаете, что немножечко, конечно, придают объем, в принципе, как и любые материалы блестящие, но это тот предмет, который очень классно и легко уже вписать уже даже в будничные варианты, в поход в кафе, в ресторан, просто прогулка в парке, если скомбинировать. Трикотажные футболки, потому что трикотаж, в принципе, это же вязка, она съедает праздничность, этих пайеток, и они из супер-мега-вечерних превращаются в более обыденную вещь. Конечно, торжества и веселости там останется, но это уже не будет супер-мега-кричащий вариант. Если вы используете эти активные материалы в своем образе, тогда вся аксессуарная группа должна быть минимальна, чтобы это не получилось так, что приехал цыганский футбол. Если же вам по темпераменту люрекс, жидкие металлы, пайетки, это все не ваше, это слишком ярко и вызывающе, а вы все-таки девушка или женщина, как леди, то вам подойдут атмосферные и шелковые варианты. Одежду из этих материалов стоит выбирать, если вы цените элегантность и дороговизну. Если у вас еще нет платья в бельевом стиле, то обязательно его приобретите, потому что это базовая вещь. А также присмотритесь к комиссоли. Это очень стильный вариант, например, на зиму под пиджак или же летом с джинсами. Эти вещи поднимут ваш образ на следующую ступеньку. Даже если взять комиссоль с обычными джинсами и кроссовками, дополнить это все цепочкой или сережками, ваш образ не будет выглядеть, как банально футболка с джинсами, а это будет выглядеть на голову, а то и две выше, и вы будете выделяться из окружающей среды. Атласная и шелковая одежда тоже супер сочетаются со всеми вязанными изделиями, с пиджаками, с кожей, да вообще, вообще со всем. Поэтому смело экспериментируйте, дополняйте крупными украшениями, чтобы ваш образ заиграл более торжественными нотками. Если вы встречаете Новый год где-то в ресторане или в окружении, там где все празднично и весело, обратите внимание на платье в бельевом стиле. А если вы празднуете дома, тогда можно взять и пижаму. Если вам это кажется скучно и украшения, как бы вам кажется, что они могут не вытянуть уровень этого предмета до супер-мега торжественного, тогда обратите внимание на ленты с перьей. В принципе, они есть в любом магазине, где продается галантерея, там или липкая бывает, или та, которая пришивается, но лучше всего липкую взять, чтобы вы могли на край изделия наклеить эти перья, а после торжественного мероприятия снять. И таким образом ваша пижама из простой, домашней, превратится в торжественную с перышками. И по окончанию мероприятия вы ее вернете в ее изначальное состояние. Очень классно этот прием работает не только с пижамами, но и, в принципе, если вы возьмете черные перья на маленькое черное платье, по низу прикрепите, то оно вас мгновенно станет супер-мега торжественным. Поэтому перья – это очередной материал, который повышает градус торжественности. Можно брать как готовую одежду из магазинов, ну, покупать, или же использовать ленту с перьев для того, чтобы украсить любую свою уже имеющуюся вещь из гардероба. Резюмируем этот раздел. Мы поговорили в нем о материалах, которые придают торжественности нашим образом. Если у вас есть хотя бы капелька этих материалов в вашем образе, ваш образ мгновенно становится более торжественным. И чем больше процентного соотношения этого материала, тем более громким и ярким будет ваш образ. Следующий раздел – аксессуары. Здесь мы поговорим о украшениях, о сеточках, о ремнях, сумочках и обуви. Обувь – это вообще-то не аксессуары, но решила сюда ее придвинуть, потому что это очень важная часть, которая уже изначально может сделать наш образ более торжественным. Даже обычные джинсы с футболом. Начнем с ремней. Ремни бывают разной ширины, они могут быть выполнены из разных материалов, но если мы говорим о праздничных, то это непосредственно ремни, которые имеют блеск. Серебристые, золотистые, со стразами, с какими-то блестками, с чем угодно. И это очень здорово работает, девочки, для нас, в наших женственных образах, потому что мы подчеркиваем талию. Как только у нас талия подчеркнута, мы обозначили наши прекрасные пропорции, мы становимся тонкими, звонкими, красивыми. И, в общем, это очень классно работает. А чтобы вы наверняка прочувствовали, насколько ремень может изменить образ, представьте, что у вас есть черная футболка, джинсы и обычный ремень. А потом вы берете обычный ремень, меняете на блестящий. Как меняется образ? Он мгновенно становится более торжественным и игривым. Иногда они бывают суперширокими, и они доходят вплоть до корсетного варианта. Это тоже очень женственно, но это даже уже больше сексуальности здесь идет. Корсеты тоже бывают абсолютно разные, разные конфигурации. Они сейчас переживают просто свой бум. И, в принципе, это настолько классный элемент в плане создания фигуры, торжественности, что здорово, чтобы он остался с нами надолго-надолго-надолго. В зависимости от того, из какого материала сделан корсет, такого настроения он и придает. Например, более кожаные варианты, темные. Они придают сексуальности, агрессивности такой. Если этот корсет сделан из кружева, чего-то такого полупрозрачного, то здесь уже идет больше женственности, нежности. Если вдруг это стразы, то тут максимальная торжественность. Поэтому в варианте работы с корсетами мы смотрим, из какого материала выполнен этот корсет. Ну, для того, чтобы он, во-первых, сочетался в принципе со всем образом, и чтобы прочитать его настроение, и вы прям не прогадали с настроением, а попали в точку-в-точку и выразили то, что у вас в материале в сеточках. Сеточки это довольно редкое явление, и летом это были просто как такие плетеные из ниток накидки, которые мы надевали, например, на пояс, набрасывали на плечи поверх пиджаков. Но есть еще такой момент, как сеточки из бусин, из каких-то камней, из металлических цепочек. И все они придают торжественности нашим образом. Очень редко кто их носит, и это встречается прям в фэшн-профэшн в каком-то мире. Но если вдруг вы захотите прописать новую нейронную связь, воспользуйтесь сеточками. Возьмите какую-то торжественную из камней, из бусин, и сверху набросьте на нее пиджак. То есть сеточка на голое тело, а сверху пиджак. Это выглядит просто изумительно. Если же не хочется прям супер-мега экспериментировать, так, а, кстати, бывает минус, что эти сеточки немножечко колятся. Поэтому перед тем, как вы ее покупаете, вы решаете, что вы будете носить ее на голое тело, проверьте ее на щеке, не будет ли она колоться. Или выбирайте сеточку с внутренней подкладкой, тогда вообще будет все окей. Также вот эту вот сеточку классно использовать поверх рубашек, поверх топов, поверх футболок. Это тоже выглядит очень стильно и поднимает уровень громкости, торжественности на следующий уровень. И также очень сильно отличает вас от всех вокруг. Девочки, забыла сказать о трех вариантах тактики, как мы работаем с торжественными образами. Первый вариант – это мы делаем акцент на украшения, на аксессуарную группу. Второй вариант – это мы берем одну яркую, торжественную, праздничную вещь, что-то, которая у нас есть в гардеробе, или ту, которую мы можем купить. И третья стратегия – это когда мы идем в магазин и полностью все с нуля покупаем. Так вот, именно это видео я делаю с акцентом на первый и на второй вариант. То есть уже то, что у нас есть в гардеробе, как мы можем его по-новому переиграть. Но также никто не запрещает пойти в магазин и купить там все с нуля новое. Теперь, собственно, переходим к украшениям. Их множество, множество вариантов. Мы не будем концентрироваться на каких-то бусетах, на маленьких, аккуратных украшениях, потому что это не праздничный вариант, это больше вариант для дня. Мы будем концентрировать свое внимание на более крупных украшениях, заметных и акцентных, потому что если мы строим образ и у нас центр украшения, оно должно прям чуть ли не в глаза бросаться и говорить «я здесь главный». Начнем с сережек. Это максимально близко то, что у нас находится к нашей портретной зоне. Поэтому берем заметные крупные серьги. Очень важно, какая у вас форма лица, вам подходят продолговатые, более круглые, комбинированные формы, острые формы. Этого всего мы не касаемся в этом видео, но скажу так, те, которые имеют себе крупные формы и острые формы, они подходят всем, потому что комбинированные сережки подходят всем. Нужно еще быть осторожным, чтобы ваша серьга не заканчивалась на уровне подбородка. То есть она должна быть или выше, или ниже. Поэтому, зная вот эти два приема, можно даже сильно не заморачиваться с формой лица. Есть у нас просто из металла сережки, белый металл, черный, желтый, вообще любой, только металл. Есть у нас с включением камней, есть у нас с жемчугом, есть у нас с бисером, короче, вот все-все разнообразие, которое вы можете представить в материалах, это все есть и все можно использовать. Есть две крупные серьги, есть моносерега, которая одна, есть, когда они асимметричны, например, здесь большая серьга, здесь маленькая. На что мы тут обращаем внимание? Смотрите, чтобы цвет сережки или камня совпадал с цветом, который у вас есть на одежде. Если, например, у вас одежда, там есть синий, красный, зеленый, то чтобы цвет сережки, желательно, чтобы он повторял какой-то цвет на одежде. Тогда это будет прям суперинтересно, классно, стильно сочетаться. Если вдруг вам камни далеки, то просто берите металл. По поводу металла знайте, на праздники типа Нового года, семейные какие-то посиделки, лучше всего выбирать золото, потому что золото это тот материал, который говорит, что у нас есть династия, у нас есть прошлое, там сильный хороший бэкграунд, это просто все о семье и о таком фундаменте, базисе, который есть в прошлом, и вы цените все эти семейные ценности. А если вдруг у вас корпоратив, ну вы там айтишник, или вы занимаетесь разработкой каких-то новых технологий, и у вас праздничный корпоратив, и у вас имена инновации, открытия, движения вперед, вы назад в прошлое вообще не заглядываете, тогда выбирайте серебряный цвет для этого концепта мероприятий. Теперь выбор сережек и прически. Если у вас длинные распущенные волосы, то выбирайте сережки, чтобы они не цеплялись, и вам каждый раз не хотелось расправить волосы. Очень часто видела на мероприятиях, когда девушка стоит, и каждый раз поправляют. Ну, одно дело, когда она стоит теряпит свой лаконок, это симпатично, а другое дело, когда она все время вытаскивает сережки, сережки волосы. И еще один момент, если, например, прическа асимметричная, вы там закладываете одну половинку за ухо, или у вас там, например, все волосы приподняты, то очень стильно смотрится, когда на одном ухе кафа или одна массивная сережка, а с другой стороны более такая вот маленькая почечная что-то светящая, типа пуссета какого-то, или менее массивная сережка. Когда у вас акцентом становится ваша серьга, дополнительно к ней можно делать акцент на браслет, на кольца, то есть все, что очень далеко друг от друга находится. Вот как бы в паре, в комплекте это ок. При этом, чтобы получился комплект, используйте одни и те же материалы и плюс-минус, чтобы была одна и та же ритмика этих украшений. Если серьги вы не носите и клипсы тоже вообще не ваши, тогда все равно нам нужно ставить акценты около нашего лица. А для этого мы будем использовать цепи, кулоны, ожерелье и все-все, что здесь находится. Если вы девушка классики, вы любите минимализм-минимализм, то у вас, скорее всего, будет просто кулончик из почка. Если вы девушка драма и вы любите, чтобы многое, так чтобы там, как бы, как девушка драма, если серьги, то люстры, если обруч, то корона, то обратите внимание на украшения Дилан Лекс. Вообще, вот не в плане рекламы, я просто кайфую от того, как она сочетает эти украшения, много-много украшений многоярусные, просто обычные, повседневные варианты, ну, вот как для нее, для нас это более торжественный вариант, но вот можете перейти на ее страничку и просто вдохновляться. Девушки драма, вот ваш пример. Теперь переходим к браслетам, когда их использовать. Есть два варианта. Первый вариант, это когда вы их прям обязаны включить в свой имидж, и это будет вашей личной фишкой. А второй вариант, когда вы просто комбинируете и дополняете ими образ. Вариант один, когда же их включать в свой имидж? Есть такой тест, называется «Тест на Шахерезаду». Вы можете, кстати, прямо сейчас его и пройти. Для этого вы выбираете свое любимое стихотворение или какую-то тему, на которой вы можете говорить непрерывно 3-5 минут. Чем больше, тем лучше. Для этого вы должны быть полностью расслабленной, можете ходить по комнате, можете прыгать, стоять, кувыркаться. В общем, делайте все, что хотите, рассказывая эту тему и записывайте себя при этом на видео. Если вы решили пройти, поставьте сейчас это видео на паузу и проделайте эту манипуляцию и потом вернетесь. Я думаю, что вы уже возвращаетесь и сейчас я расскажу, на что же нужно смотреть. Если вдруг во время рассказа вы очень активно жестикулируете руками и в стороны, и вперед, и вверх, и вниз, и как угодно, тогда знайте, что вам очень-очень нужно включить браслеты в ваш персональный имидж. Вспомним Шахерезаду. Она рассказывала сказки Султану и манила, манила руками. И у нее образ очень женственный, манкий, такой вот как магнитик в себя завораживающий. Поэтому все эти блики у нас глаза бликуют, и все, что бликует в нашем образе, оно к себе притягивает и магнитит. Поэтому, если вы очень часто жестикулируете, подумайте, что помимо браслетов вы включили в свой имидж даже кольца. Кольца вы не включаете лишь в том случае, если вдруг вы незамужняя барышня и в поиске молодого, любимого человека. Но это чуть другая тема, сейчас скользко просто сказала. Итак, активная жестикуляция на вашем видео. Вы обязаны просмотреть, присмотреть браслеты для себя и выбрать их в свой базовый ювелирный гардероб. Второй вариант, когда мы ими просто дополняем наш образ. К примеру, у вас платье из пайеток, топ из люрекса, или вот просто очень активная портретная зона уже оформлена. Тело делится на альфа, бета, гамма, дельта зоны, и в каждой зоне у нас может быть только один акцент. Предпочтение отдается оформлению альфа-зоны. Альфа-зоны это вот портретная, включаем до уровня груди. Поэтому, если вот эта вот зона, она уже активно оформлена блестящим материалом, это уже и есть один активный акцент. Другие акценты, меньшее по звучанию мы можем включать в нашу бета, гамму и так дальше зоны по телу. Наши руки до локтей считаются нашей бета-зоной. Поэтому, если в альфа у нас уже блеск люрик стоит, тогда мы идем в нашу бету и дополняем ее браслетами и параллельно кольцами. Очень красиво смотрятся ансамблевые варианты браслет и колец одновременно. Было раньше такое, что не больше трех украшений за один раз, но это все, кстати, действует и до сейчас, если эти украшения взяты из разных материалов, их разная стилистика, но если вы используете одни и те же материалы, у ваших аксессуаров плюс-минус одна и та же ритмика поверхности, тогда вы можете использовать очень-очень много украшений для себя. Сейчас я тут параллельно показываю примеры из Пинтереста. если вдруг вы не нашли чего-то своего дизайна, потому что, например, кто-то любит гладкие поверхности, кто-то более рельефные, кто-то очень массивные, кто-то камни, кто-то ажурные варианты, все это можно найти в Пинтерест, просто заходите туда, задавайте английским языком там браслет рингс, например, и смотрите то, что вам нравится и сохраняйте лично для себя, потому что у каждого из нас разная стилистика, разный темперамент, поэтому нам все нравятся абсолютно разные украшения. И не забывайте, даже самый обычный свитер или футболка, или рубашка и джинсы, это прям супер мега кэжуал предметы, они станут праздничными, если мы будем добавлять туда блеска. Блеск украшений это как вода, которая оживляет наш образ. Украшение блеск феерии это хорошо, но какой из материалов выбрать, чтобы сиять максимально сильно. Обратите внимание на стразы. Все, что имеет это включение в трешки, браслеты, украшения на шее, все будет сиять при искусственном свете. Это значит, что и вы будете сиять максимально ярко и не пускать блики по залу. Очень стильно и современно смотрится одежда, которая отдекорирована бахромой и страз. Если вдруг вам сложно найти такую или мои финансы поют романсы, то идем в галантерею, берем ленту бахромы и страз и просто декорируем латкан пиджака, крайных рукавов, подол платья, что угодно. Бахрома и страз придаст вашему образу богемности, шика, необычности, фэшена, поэтому кому нужны эти эмоции, берем одежду с бахромой. Сумочки для вечернего мероприятия должны быть по-любому небольшие, потому что большие громоздки это в психологии ассоциируется, что весь багаж, работа, дети, будничные заботы, дела, вы все с этой большой сумкой перенесли в вечер, поэтому на вечер маленькая хрупкая сумочка, которая подчеркивает женственность и легкость, еще маленькая сумочка говорит мужчинам, что вы безопасны, потому что туда точно не поместится ничего больше, кроме как помада и зеркальца. Сумочки могут иметь супер мега разнообразные дизайны, но круче всего и более стильные смотрятся сумочки, которые имеют жесткие формы, более мягкие и мешковатые это более винтажные уже перецензиозные на специфическую стилистику, жесткие каркасные формы универсальные всегда придают собранности образу, структурируют хорошо и выглядят более торжественно. Декор выбираем под себя. Классно смотрятся сумочки не с кожаными ручками, например, с цепочками или где ручка такая вот длинная шлейка из страз. Более торжественно смотрятся лаковые варианты, блестящие, ну и, конечно же, те, которые отделаны стразами. И мой любимый чек это берем джинсы, прикладываем к нему сумочку. Если джинсы приобрели более торжественное настроение, значит, сумочка сработала. Если джинсы остались в повседневном настроении, значит, сумочка не сработала. И теперь переходим к обуви. Обувь имеет плюс-минус такое же магическое свойство, как и украшение. Вернее, каблук и глянцевые блестящие поверхности. А если каблук сочетается с глянцевой поверхностью или с блеском, или с активным декором, то тогда уровень торжественности образом мгновенно возрастают. Люблю приводить примерно джинсы. Как только мы к джинсам добавляем обувь на каблуке или активного торжественного декора, они мгновенно переходят в разряд более вечерних. Поэтому используем вариант каблук для задания торжественных образов. Итак, на этом первый блок видео завершен. Давайте резюмируем. Блестящие факторы, такие как люрекс, глянец, пагетки, жидкие металлы, они придают нам торжественного образа. Чем больше по площади этого в нашем образе, тем более торжественными мы являемся. Параллельно сюда же торжества придают перья и пайетки. Если говорить об украшениях, то украшения массивные, акцентные, фантазийные, любые, большие, которые видно и заметно. Не забываем о ремнях, которые подчеркнут нашу женственность, легкость и изящность. Хотим больше секса, заменяем их на ремни-корсеты или вообще на корсеты. Хотим больше фэшена, используем сеточки из мусин, кристаллов, как первый слой под пиджак или поверх рубашки. И также не забываем, хотим торжества, но, к примеру, не хотим идти в магазин что-то новое покупать, просто берем каблука, чтобы образ был торжественным, тогда наш вариант с каблучком, туфельки, босоножечки должны быть блестящими или с акцентным торжественным декором. Во второй части вас ожидает работа с цветом Total Look один акцентный цвет, как их комбинировать между собой, а также фасоны одежды. Если вдруг у вас остались вопросы, пишите их обязательно под этим видео, я на них отвечу. Всего хорошего, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok